друзья всем привет я приглашаю вас вместе со мной протестировать новые линейки у меня пришел новый дизайн вы меня спрашивали что же там нового что там интересного давайте смотреть вместе дело в том что мой непоседливый решил разработать не совсем новый дизайн линейки а его усовершенствовать и здесь основная проблема в чем что когда его разрабатываю и делаю я его вижу только на компьютере я вам показывала элементы компьютерного моделирования в общем то фигура мне нравилось все получилось хорошо как он будет работать в прорезанном варианте потому что это пластик который резали я не знаю сейчас мы смираем техническую пленку на всех абсолютно линейках она есть технический момент который нужно обязательно удалить тогда она становится у вас абсолютно прозрачной здесь небольшая пыль вот ну давайте посмотрим по сравнению что у нас есть линейками хочу сразу сказать что у обе линейки хорошо рисуют должны по крайней мере относительно компьютерного моделирования я поменяла головы видите здесь сразу с еремной ямкой здесь просто крепление а еремная ямка идет отдельно можете качать голову в данной линейке это было невозможно потому что были точки крепления привет мой пушистый друг потом я поменяла дизайн рук мне показалось что такой будет более актуален поменялся дизайн ног те и другие видите они разные туловище поменялось раньше была одна точка кисуль дай мне снять вот здесь только одна точка теперь их две и здесь конечности они крепились методом засечек видите везде из засечки и для того чтобы нарисовать нужно совместить засечки здесь тоже остались методы засечек потому что ну практически невозможно круги прорезать на пластике но на бедре вот они появились не на плече появились а здесь были просто полукругом вот эта кукла она срисована с моей куколки терезы вот эта линейка в общем то они между собой друзья а это создавалась первоочередная то с чего все началось ну в общем в таком формате давайте тогда попробую я ее отрисовать сейчас посмотрю как она рисуется вообще собирается ли она под в такую позу или не собирается потому что я сама первый раз даже в руках а потом нарисую рядом старую линеечку ну точнее не старую а уже проверены в есть некоторые недочеты которые в принципе меня не совсем устраивали но при этом это совершенно не мешает рисовать хорошую фигуру так давайте я начну с головы во всех линейках лучше начинать с головы по одной простой причине вы тогда точно ставите фигуру на лист и она у вас уже никуда не убежит так сейчас я буду обрисовывать максимально все точно а потом мы посмотрим что же у нас получится соответственно вот эти вот кружочки которые как шарнирчики да не получились вот они у нас опорные точки здесь вы можете нарисовать грудь можете не нарисовать она очень похожа на то что было в той линейке эту часть я сохранила ну потому что она оптимальная делать просто вот такой прямоугольник показалось неинтересным так туловище давайте теперь рисуем ручки если вам тяжело можете вот так вот засечки ставить я в принципе ориентируюсь без засечек наверное просто всего того что я создатель не понимаю где что должно быть ничего плохого в этом нету так засечки да еще смотрите вот у куколки я показываю в мастер-классе это рассказываю в принципе видно о том что тоненькие красивые пальчики вот к сожалению прорезать на линейке такое невозможно я в общем-то сначала очень хотела потом ну получается очень тонкая дырочка и вы в нее просто не ручку не карандаш ничего не ставить более грубая должна быть форма другому она не срабатывает так ноги 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 оставляем куда стыковать стыковать моим ощущением куклы получилось выше вот едва едва на в 4 входят ну то есть вот и да если вы чуть-чуть голову маханете ниже она уже не поместится так вот что у меня получилось сравниваем с тем что она получилось длиннее очень странно да чуть-чуть она видите у меня повыше девчонка немножко вытянулись ноги да очень похожий гармонично смотрится давайте вторую линейку тогда нарисую рядом чтобы было понятно так это линейка работает вторая линейка давайте то же самое начну с высока вот еще один момент который я поправила видите на той линейке голова она сверху здесь она снизу но я просто пыталась закомпоновать на лист и не учла что будет не очень удобно рисовать в то есть надо очень далеко и туда брать здесь тоже стыкуются по-другому я уже автоматически нарисовала вот эту веревную ямку так а здесь ножки мы стыкуем по засечку видите засечка на углу приходится и к этой линейке я уже привыкла мне по ней признаться честно намного удобнее пока рисовать потому что но я уже отрисовала много фигур за счет этого получается как видите быстрее сразу же вот и ноги понятно где потой пока еще нету этой привычки она не заработалась и как-то все странно пишет 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 ну что как видите обе линеечки дают очень неплохой результат и рисуются неплохие фигуры вот так ну вот смотрим она получилась чуть-чуть выше у меня чуть-чуть плечики заузились она поправилась вот но если вообще раздельно смотреть то в общем такой вариант но на компьютерном моделировании когда я делала позы они хорошо шли и у этой тоже в таком формате и сейчас смотрите вопрос который я на самом деле себе ставлю вот эти линейки они сейчас партии но потому что они были изначально разработаны и у них хорошо прорезаются все дырки все хорошо рисуются где вставляется карандаш никаких проблем не было вот эта линейка она абсолютно новая первый раз увидела ну в общем она тоже рисует вполне достойный рисунок получается вот наверное две ты их оставлять не имеет смысла да то есть как бы одна и вторая потому что они очень похожи надо выбирать одну ну давайте я вас за нам такой вопрос какая вам вариация больше нравится один или два чтобы вы оставили линеечки вот они идентичные но я говорю вот некоторые доработки это сделала на что здесь там например голова снизу здесь она вот сверху и это очень много дает потому что так сдвигать ее до конца здесь но это невозможно понять пока не попробуешь хотя вот она тоже рисует и никаких проблем что ваше мнение одним словом мне нравится новая линейка она рисует она красивая она собранная слава богу она прорезалась и нету никаких брешей потому что я боялась что пластик будет трескаться кое-каких местах и не сможем сделать такую тонкую штуку но ничего все получилось и получились новые каблучки хорошие хотя вот надо аккуратно удалять защитную пленку на тонких местах она осталось